День Победы – великий праздник для всех россиян. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, масштабные торжественные акции, которые традиционно проходят 9 мая, в этом году пришлось перенести, чтобы обезопасить людей. Теперь, когда эпидобстановка в стране постепенно стабилизируется, президент принял решение провести парад 24 июня. А шествие бессмертного полка предварительно назначено на 26 июля. Перед региональным оргкомитетом Победы стоит задача организовать проведение этих знаковых мероприятий в Самарской области на самом высоком уровне, при этом не допустить роста заболеваемости. Да, сложилось так, что исторический юбилей Победы мы отмечаем в особых условиях, когда страна борется с распространением и последствиями пандемии, инфекции. Поэтому пришлось на время отложить проведение масштабных торжеств и многолюдных праздничных мероприятий ради того, чтобы сберечь здоровье и жизнь граждан. Парады пройдут, конечно же, не только в Москве, но во многих городах и, конечно, в столице нашего региона, в Самаре, разумеется, при соблюдении самих строгих требований безопасности, чтобы свести к минимуму, а лучше исключить риски для участников и гостей. Ограничительные меры не помешали региональному оргкомитету Победа провести практически все акции, запланированные в этом году. В первую очередь речь идет о помощи ветеранам. Так 20 267 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории получили различные меры поддержки. Во время режима самоизоляции участники всероссийской акции «Мы вместе» передали пожилым людям 21 тысячу продуктовых наборов. По решению губернатора с 1 мая за счет средств президентского гранта восстановлены единовременные денежные выплаты ветеранам, которых они были лишены в 2017 году. Также за счет средств гранта уже в этом году будет решен вопрос обеспечения жильем тружеников тыла. Большая работа проделана по сохранению исторической памяти. 1101 мемориал Самарской области, увековечивающих память погибших при защите Отечества, были приведены в порядок. Несмотря на особую эпид-обстановку, День Победы в Самарской области был отмечен яркими акциями. «Посредством социальных сетей реализованы проекты «Память героев. 75 дней до Победы», «75 лет спустя», «Судьба солдата», «Бессрока давности», а также флешмоб «Мы все равно скажем спасибо». На сайте правительства Самарской области действует раздел, тематически посвященный «Великой Победе в регионе». Регион уже готовится к проведению парада Победы. Предполагается, что в нем примут участие почти 1700 человек личного состава и более 60 единиц военной техники. «Прохождение техники времен Великой Отечественной войны будет сопровождаться показательными полетами авиационной техники ЦСКА ВВС и ДОСА в России. Кроме того, по улице Чапаевской в районе площади Пульбышева планируется организовать выставку вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации. По предварительным расчетам военный парад будет проходить в течение одного часа». Пока из-за опасности заражения COVID-19 в регионе рассматриваются два варианта проведения парада – со зрителями и без. Если эпидемиологическая обстановка позволит провести парад со зрителями, чтобы соблюсти требования социального дистанцирования, количество мест на трибунах будет сокращено до 5000. Кроме того, будет соблюден масочный режим. На входах людям будут предлагать обработать руки антисептиком. Чтобы предотвратить массовое скопление людей на точках входа, организаторы составят график прибытия зрителей на площадь. Лариса Шлафаст, События.